Всем привет, с вами Юмилия, добро пожаловать на мой канал! Сейчас посмотрим видосы Катуна, и в целом я пропустила уже довольно много новых вышедших видосов, и именно поэтому сегодня, в день выхода этого ролика, в 5 часов вечера по Москве, я подрублю стрим на Твиче, на котором буду смотреть, надеюсь, что много видосов. Я не знаю, слышно по моему голосу или нет, но я, как обычно, заболела, моё здоровье меня постоянно подводит, и я решила совместить, так скажем, приятное с полезным и померить температуру. Видос идёт недолго, и у нас вот такой интерактивчик будет. Я вставляю себе градусник, соответственно, подолошечку, левую в начале реакции, а в конце мы с тобой посмотрим, сколько сейчас у меня температура составит градусов. Я выпила бейсболку, да, при том, что я температуру не мерила до этого, потому что было хреново, ну, давай смотреть за котуна, его видос, как я семью через границу провозил. Окей, летс го. Здравия желаю. Добрый день, я что-то нарушил? Оружие, котики, запрещённые препараты или, может быть, семью? В смысле? Нет, конечно же. Не против, если я осмотрю машину. Газу, папа, газу! Его дочка сама ещё озвучила! Сильно не бейте, пожалуйста. А почему? В чём дело? Всем привет. Привет. Сегодня я решил рассказать вам историю про вызволение семьи из карантина, которую упоминал в прошлом ролике. А, да, точно. Я исполню. Кто ты самозванец? Настоящий закатун не меньше года делает обещанный ролик. Да ты ведьма! Вкратце напомню. Отвёз я, значит, супругу с дочкой погостить к родителям соседнего. Да, и он же тогда приболел. А через пару дней их закрывают на карантин. Да, тот самый. И вдобавок ко всему, я сам сильно заболел. Все подробности в прошлом ролике. А сегодня продолжу с момента, когда болезнь отступила, и пришло время вызволять семью. А ведь и вправду обычно аниматоры говорят, что вот я запишу продолжение истории, там, спустя какое-то время, наберём только лайки, и продолжение выходит минимум спустя через полгода, а здесь буквально вот следующий видос и продолжение той самой истории. Да. Разумеется, я бы просто поехать и забрать их. Но в таком случае мне бы пришлось заполнять огромную кучу бумаг, сдавать анализы. И я буду нежен с тобой. После чего ещё сидеть две недели на карантине, залипая в стены родительской хаты. В серые, скучные стены. Эх. Я прям вспомнила момент, как в 20-м году мы вернулись из Таиланда. Получается, что карантин начался 23 марта, если я не путаю. И мы вот 23 марта как раз-таки прилетели домой. И за счёт того, что мы были в Таиланде, нам сказали сидеть дома на карантине безвылазно на протяжении двух недель. И мы реально сидели все эти две недели, при том, что мы не болели, ни у кого из нас не было температуры, но к нам относились, как будто мы болеем суперсерьёзным, супержёстким вирусом. Я понимаю, почему люди так реагировали, но это странновато немножко, просто за счёт того, что никто из нас никаких симптомов не испытывал. Кроме того, ковидом я болела, но как бы странно это ни было, но уже в 21-м году, и заболела я ковидом именно в Москве. И, блин, я вспоминаю, то время у людей была такая паника прям. Типа, знаете, вот к нам врачи даже когда приходили именно домой, ну, то, что мы прилетели из Таиланда, они прям в специализированных костюмах были, как будто мы вот стопроцентно больны. Но опять же, я понимаю, почему это происходит. Кроме того, кто-то мог переболеть ковидом даже бессимптомно, не знаю этого. На самом деле, это достойно уважения, вот достойно уважения такой подход. Ну, блин, как же мучительно было тогда две недели сидеть их. Ах, ковидом я, кстати, болела три раза. Это было ужасно. А сидеть бы пришлось, так как супруга рассказывала, что почти каждый день к ним приходили какие-то люди со списком и проверяли, находятся ли они дома. Алло, полиция, за нами следят странные люди. Не переживайте, мы обязательно разберемся. А сейчас заприте все двери и сидите на месте. А, да? Прикол состоит в том, что тогда к нам тоже должны были приходить каждый день, но не приходили. Пришел человек один раз, позвонил в домофон, рано утром в 8 утра, а мы как бы спать в то время ложились в 4-5 утра, и, соответственно, в 8 часов утра сладенько спали. И я прям помню, как потом к нам уже в следующий раз пришли и говорят, почему вы не были дома вот в этот момент, вот в это время. В смысле, блин, если бы заранее предупредили, что вот так вот в 8 утра кто-то к тебе заявится неожиданно, то окей. Но просто позвонили, просто тебя обвинили, на тебя, блин, наорали, начали штрафами угрожать. И на самом-то деле должны были каждый день приходить, а пришли всего один, и такой вот неподходящий момент. Нет, этот путь недостоин, самураль. Тем более, я уже переболел, анализы сдал, все в норме, так что было решено искать объездные пути. Кстати, тогда забавно то, что ПЦР-тесты мы сдали только под конец нашего карантина, а в самом начале, когда мы прилетели, никто тесты нас не просил сдавать, просто сидите дома, все. Такий случай, и чтобы не было так страшно, я взял с собой двоюродного брата. Я сказала, стартуем! Ну а что, вдвоем веселее? Я тебе глаза паяльником выжгу, слышишь? Я уже договорилась, за тобой едут. Мы собрали вещи, сверили карты и отправились в путь. Не забыв перед дорогой подписаться на мой канал, только поглядите, сколько из вас смотрят его без подписки. Такая красная черта, прям! Подписки! Нехорошо так, нехорошо. Вот сколько бы ютуберы не говорили, как это плохо, но раскрою маленький секрет. Наоборот, это показывает то, что ютуб-канал живет великолепнейшей жизнью, попадая в рекомендации и показываясь новой аудитории. У меня проценты не такие, как у Закатуна, похуже. Но в то же время, когда я вот вижу такую статистику у ютуберов, кто так делает часто? Так делает Арм, Фордл, вот Закатун сделал впервые за долгое время, да и в целом все остальные, да? Они как бы нас байтят, и это правильно, потому что если ты смотришь часто довольно-таки видео этого ютубера, так подпишись, почему бы не смотреть с подпиской? Но в то же время, это же круто реально, то, что ты постоянно в рекомендациях, постоянно новые люди тебя видят. В отличие от соседнего города, наш не устраивал никаких блокад и карантинов, так что выехать получилось без проблем. Мы быстро преодолели первую половину пути и в скором времени оказались на вражеской территории. Я хочу калакать. Карта подсказывала, что ехать нужно через соседнюю деревню, по полям вдоль леса. Маленький совет, никогда слепо не доверяйте картам. О, да. Что только не вставало у нас на пути. Полуразрушенные мостики, по которым, скорее всего, еще кареты ездили лет сто назад. Поля без дорог, только с направлениями. Дорога вдоль леса с непонятными развилками. Машины, которые преследуют нас и моргают фарами. Стоп, что? Зачем? Эм, походу, приехали. Блин, так и знал, что не надо на эту авантюру соглашаться. У меня мыло постоянно из рук валится. Я не вымыл на зоне. Да, первая мысль – погоня. Я, конечно, мог попытаться от них оторваться, но подумал, что штраф и две недели карантина не стоят 15 суток изолятора. Поэтому было решено остановиться и принять свою судьбу. С нами сравнялась серая затонированная в хлам девятка. Окно открывается и видим не менее затонированных чуваков в восточной наружности. Жесть. За нами что, ФБР вызвали? Вряд ли. Эй, мальчики, не в курсе, где тут пост объехать можно. Понятно, они себя просто накрутили. Да, оказывается, это были такие же искатели приключений. Мы подсказали им ближайший маршрут, они поблагодарили и уехали в обратном направлении. Я сам хз. Наши приключения продолжились, и, судя по карте, уже должны были подходить к концу. Но на пути было еще одно испытание. Отсылочка на отшу, Джо. Бетонные блоки посередине эстакады, которая вела к финальной деревне. Было видно, что они расставлены неаккуратно. Видимо, местных жителей достали такие умники, как мы. Но при этом стояли они как будто давая шанс небольшого размера машинам. Мне кажется, пролезет. Реально они решили рискнуть? Ага, ты так же про свое пузо говорил. В итоге МЧС пришлось вызывать, чтобы тебя из забора достать. Ехать обратно долго. Искать другую дорогу некогда. Поэтому было решено попытать удачу здесь. Брат вышел из машины и корректировал мою траекторию. Я ехал очень медленно, переживая за лакокрасочное покрытие своей ласточки. Брат переживал не меньше меня. И в итоге, когда осталось всего пару сантиметров, И я спокойно выехал. А вы что подумали? Но далеко я не уехал. Повезло. Так как сразу попал колесом на гвоздь. Не повезло. Как мне кажется, тоже лежал там не просто так. Запаски нет. Набора для ремонта тоже нет. Пришлось ехать всю оставшуюся дорогу, Периодически останавливаясь для подкачки колеса. Но есть и хорошие новости. Спустя много часов пути, Мы все же добрались до места. Я еще никогда не был так рад увидеть свою семью. Во-первых, не виделись целых две недели. Во-вторых, после всего, что нам пришлось преодолеть, Это просто бальзам на душу. Папа, почему ты плачешь? Просто рад вас видеть. И заебался. На следующий день. Блин, как это мило. Мы залатали покрышку, собрались вещи и отправились домой. Как? Да все теми же путями. А самое смешное, знаете что? А то, что можно было спокойно ехать по дороге, Так как, оказывается, выпускали из области свободно. А еще, знаете что? Буквально через несколько дней, как мы вернулись, Локдаун вообще сняли. Да, это путешествие я не скоро забуду. Тем более, теперь есть ролик, который будет о нем напоминать. Ну, а на сегодня это... Кстати, это на самом деле классная тема для ютубера, Когда ты хочешь что-то оставить в своей памяти, Не только поделиться с аудиторией, Просто сделай на эту тему видосик. Все? Наверное, единственный совет, который могу дать, Это не торопитесь с принятием серьезных решений. Утро вечера мудренее. Кстати, реально топовый совет. Подписывайтесь, лайкайте... Просто у меня было, например, такое в жизни. То, что, например, приняла... Приняла какое-то решение, Быстренько подействовала исходя из этого решения, А потом пожалела. Поэтому лучше с решением каким-то лечь спать, И с утра понять, насколько оно правильное или же неправильное. Заглядывайте в мой телеграмм, И до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Пока. Блин, вообще, вроде бы, все это было в 20-м году, Но ощущение, как будто прошло уже так много времени. И я прям помню, когда был локдаун в 20-м году, Казалось, что жизнь больше никогда не будет прежней. То, что все время люди будут ходить в масках, Все время будут какие-то ограничения. Сейчас же многие люди, даже когда чихают и кашляют, Вот когда ты от них отходишь, Они не то, чтобы там маску не носят, нет! Они просто подходят к тебе! И ты от них отдаляешься прям показательно, А они все равно идут к тебе! Может быть, тоже специально показательно, Показав таким образом, что им начхать на твое здоровье. Кстати, о здоровье. Давайте смотреть. 37! Ровно! А что тогда мне так плохо? Может быть, таблетка начала действовать? Ну, слушайте, 37 ровно, это гораздо лучше, чем там... Или подождите, 37,1... Вот хрен поймешь! Ты смотришь, вроде бы понятно... Нет, 37 все-таки ровно, да. Смотришь, просто иногда, вот понятно, какая температура, Потом вот так вот крутишь, она другая, Оказывается, окушите градусники. А электронные градусники я не всегда люблю, Потому что какие-то работают хорошо, Какие-то работают плохо. Я прям помню один раз, как у Руси Градусник такой показал 40 градусов. Мы охренели просто, Потом перемерили ему температуру, И там 37,8, что ли, было. Так что нужно всегда быть аккуратнее, Использовать вот такой вот градусник. Старинный, может быть, Но в то же время проверенный. Ну, а с тобой была Юмилька. Не болей, пожалуйста, береги себя. Увидимся с тобой, надеюсь, сегодня на стриме В 5 часов вечера по Москве. А если смотришь эту реакцию в другой день, Все равно загляни на Твич, вдруг я стримлю. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok